Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала, сайта, канала Ютуба. Вот сегодня у меня в гостях Игорь Александрович. И вот мы будем, так сказать, показывать вам новый прибор, который ждали давно. Собственно говоря, у нас, конечно же, остаётся пайна, сразу говорю, потому что тем сразу будут. А как же, опять новый там? Ну, новый-то, помните, как я говорил в своих видео, что может быть вообще в новых приборах принципиально и ново? То есть всё равно высшей технологии с протонно-обменными мембранами нет. Это не прошлый век, как говорится. Но что может быть нового? Дизайн, там ёмкость батареи, какие-то там дополнительные функции, ну и некоторые другие улучшения, которые всегда в техническом, как говорится, прогрессе идут, это безусловно. Так, ну а теперь, пожалуй, потому что я тоже ещё не всё знаю об этом приборе новом, который, кстати, можно будет купить только у нас и нигде более. И сразу скажу, что если вы где-то, кроме сайта надгар.ру, увидите этот прибор, то это просто быть не может. Но вдруг, то значит начали делать где-нибудь на заводах, предположим, в Китае какую-то подделку, это же чистая Корея. А теперь я даю слово, Игорь Александрович, расскажите, пожалуйста, ну вот что вообще про этот прибор вы можете, ну в чём тут, так сказать, его интерес, уникальность и перспектива, скажем так. Ну во-первых, здравствуйте, насчёт предела совершенствования, да, и возможности развития человечества. Ну я сравню с самолётами, да, вы знаете, вот истребители, сейчас вот у нас перспективный истребитель Т-50, это пятого поколения, вот они вот поколениями меряют, да. Вот точно так же меряют поколениями вот эти вот приборы. И более того, кто-то скажет, а это то же самое вроде как, это вы то же самое говорите, как бы сказали, а чё же вы выпустили вот этот новый истребитель, когда старый такой хороший был, он похвалили. Зачем же, это что за оглумление над налогоплательщиками, да, типа того, нет? Нет, предела совершенства, вот, и точно так же и здесь. Конечно. Ну я краткий экскурс, да, значит, первое поколение этих приборов, значит, первое поколение, это внешне такие же, как бы, да, но они, значит, не имеют протонообменной мембраны, имеют просто электроды, идёт электролиз и всё, как говорится, в одном стакане. Да, ну как ожидается, по сути. Озон там, да, и всё прочее, да. Да, он даёт, он безусловно даёт воду неплохую, если она изначально не содержит хлоридов много, да. Да, вот, вот, она вполне, так сказать, нормальная вода с отличным ОВП, да, но там вот всё-таки есть налогоплательщик. Это первое поколение, таких приборов первого поколения, полный интернет, полная Алибаба. 98% это как раз всё вот это. 60 долларов там и ещё, может быть, я не знаю, может быть. Потому что технологии эти уже миллионными делают, они дешёвые. Это первое поколение. Второе поколение – это протонно-обменная мембрана. Вот второе поколение протонно-обменная мембрана. Это сразу дороже, это сразу лучше, это сразу вода годится любая, с хлоридами, без хлоридов, обратный осмос. Свойства дольше держатся. Да, свойства, потому что там идёт растворение. То же самое ОВП, всё замечательно. Вот приборы, таких тоже сейчас появилось достаточно много. Отличительная черта их такая, что протонно-обменная мембрана есть. Есть для слива воды, которая от избыточного давления просачивается через мембрану. Причём, сразу скажу, что очень важно подчеркнуть, многие задают вопрос, как раз о Казе. Дело в том, что это не всегда происходит, не на всех экземплярах приборов. И иногда проходит время, и прокладка там встаёт на место, набухает от воды, и она как бы… И уже вода сюда не собирается. Совершенно верно. Это нормально. Но я позже подробнее. А кислород расстраивает сюда, и тут чистый водород. А вот этот H2 чистый водород, он как раз поэтому кислород не выталкивает водород, и поэтому в протонно-обменных мембран приборов заряд держится дольше. Свойства воды сохраняются. Я не говорю, что это плохо. Нет, конечно. Я просто разницу в конструкции. Да, правильно. Вот. Я с корейскими производителями общался, там они тоже дискутируют, где какое поколение. Но они признали, что среди вот этих приборов, пайно, занимает особое место. Да. И пайно они считают поколение 2,5. Да. То есть, второе с половиной. Кстати, копируют, копируют пайно. Сплошь. Но, к сожалению, к сожалению, значит, не могут достичь, есть нюансы в каждом. Да там месяц-два и всё. Это уже и заряд меньше, и… Ну, изначально там цифры очень серьёзные, да, там и по 1400, там и этих единиц водорода. Разгоняют, просто подают ноги на мембраны большие. Но суть такая, что вот на форуме водородном я рассказывал про него американском, да, где я состою, там одна француженка, дилер пайно, правда, там по другим названиям во Францию продаётся. Она сделала сравнительный анализ, там, с фотокарточками, с роликами, сравнительно, очень наглядно там показывает разницу, да. То есть, пайно всё-таки у них есть ноу-хау своё, да. Конечно, да. Прибор надёжный, хороший, так сказать, испытанный, и зрители знают. Но, тем не менее, мы идём дальше, Юрий Андреевич. Идём. Мы никогда не останавливаемся, правильно? И всё лучше вашим подписчикам. Да, конечно, это вот. Ну вот, специально. Я даже, извините, сейчас, чтобы перейти к этому, дорогие друзья, просто хочу сказать. Вот чтобы мне разобраться и донести до вас уже действительно, что лучше, почему, зачем я именно этой маркой там занимаюсь, а не другой, ой, что мы разработчикам советуем, иногда уходит месяц или даже полгода, чтобы они прислушались. Вот. Я перебираю такое количество разных, вот мне присылают с Китая, с Япон... Вот это китайский, это японский, видите, копия абсолютная. Вот этот, если бы мы его продавали, стоил бы минимум 30 тысяч. Вот этот, если бы мы его продавали, стоил бы 10-11 тысяч. Это к тому, что что-то дорого, кто-то говорит, ну 10 тысяч тоже недорого, наверное. Почему? Потому что технологии, вот того первого, один или полтора, так сказать, вот технологии, которая старая, плюс уже отработанные деньги, ну сначала же вкладываются и часть себестоимости затрат на разработку, на это, за сеть интеллектуальные и прочее, а это уже нет, когда там миллионами напечатали. И, безусловно, вот это уже доходит до минимальной производственной себестоимости. И, конечно, это, если бы я брал, ну может кто-то захочет, пишите, вот хотите вы, 10 тысяч будет цена, будем брать. Ну я вот, мы перебирали вот такие супер-пупер японские, там, которые, там вот кнопку нажимаешь, я сейчас где она там, вот, нажму сейчас, сразу тут появляется на табло, а вот, вот такой красивый огонек бегущий, сколько зарядка там, причем есть такие китайские, а это вот реально японские, это очень качественный прибор, ну, тоже был бы дорогой, да? Вот ты думаешь, потому что многие дешевле хотят купить, но чтобы качественный был. Что делать? Вот даже мы, вот такой корейский супер-дорогой прибор, порядка 600 долларов он стоит, вот он лучше Paine, ну, извините меня, цена, а Paine великолепный прибор, и поэтому мы выбрали Paine, а он дешевле гораздо, то есть я испытывал, ну, около 100 разных моделей, я запрашивал характеристики, мне объясняли производители, как вот с тем представителем Paine, а, кстати, под этим роликом тоже будет мое интервью с представителем завода, вот, послушайте это, и мы выбрали Paine, мы не разочарованы, в принципе, вот, единственное, пошло много поделок, и некоторые заманивают дешевой ценой, вот прям картинки Paine вставляют, люди звонят, они говорят, знаете, Paine нет, есть вот китайские аналоги, и, соответственно, ну, хорошо, что люди на это, как правило, не ведутся. Так, а теперь мы приступаем к кульминации, теперь, я сам жду, как и вы, надеюсь, вот рассказ об этом уникальном приборе, интересном, я кое-что знаю, поэтому и говорю, что уникальном, но на данном этапе времени, мне кажется, это так. Игорь Александрович, расскажите про этот прибор, давайте. Ну, как в Ютубе, да, начинаем распаковку. Давайте. Ну, во-первых, упаковка подарочная, премиальная, да, как хорошая бутылка коньяка или хорошая бутылка виски, да, для тех, кто в теме. Наши зрители не любят, и то, и другое понимают, что это неправильно. Надпись, так, водород, фонтан юности, что, собственно, соответствует действительности. Снимаем крышку, что в комплекте? Приятный подарок. 10 грамм лимонной кислоты. Это на одну промывку сразу скажем? Нет, на две. На две, то есть 5 грамм достаточно на стакан, чтобы промывать раз в месяц примерно прибором. Зарядное устройство, USB. Ну да, так, стандартно. И вот он, сам этот наш аппарат. Вот сразу первый вопрос, какой же емкости? Он, по-моему, больше паянный, да, по емкости? Вот инструкция. Давайте посмотрим сейчас инструкцию, покажу ее. Ну да, схематично все просто и понятно, в принципе. Просто и понятно. Снимаем. На русском электронном виде, на нашем сайте, под этим прибором будет русское описание. Защитную пленку сняли. Здесь бонусом идет вот такая вот мягкая упаковка. Борхотистая, да, красивая? Чтобы не стукнуть, если куда-то перелетать, там в чемодан. Чтобы не стукнуть. Плотная, правда, такая, натягивается. Так. Ну вот, вот он этот приборчик. Значит, вынимаем, вынимаем мы, это быстрая инструкция, да? Буквально там, так сказать. А, взглянул и, так сказать, схема, схема, да? Так. Можно я сразу скажу, что мне нравится? Вот Пайна, примерно 80% людей нам пишут, а не получается его соединить, резьба не так. Потому что вот берут просто, и вот без этого, сразу покажу, он вот так идет. Люди снимают вот эту часть отдельно, да? Вот она приходит, отдельно колбы, и это отдельно в пакетиках. Берут, люди открутили. Оп, и, ну, это закручивается, потому что переходник здесь. А здесь нет, не могут закрутить. А дело в том, что нужно вот как делать. И все путаются. Надо, как вот получили, не откручивать. Вы переходник откручиваете, а вот что сделать. И вот сюда спокойно стаканчик накручивается. Здесь же, вот этой проблемы нет, это уже хорошо. Практика показала, что вот в этом корейцы, конечно, ступили. Потому что люди, ну, просто, вот даже видео у меня показано, а многие не смотрят видео. Я почему призываю? Смотрите все до скорпоты, до. И вот от этого много ошибок. А здесь сразу в сборе это удобно. Уже ошибок нет. Ну, фактически, можно открыть и пользоваться, да? Ну, название. Так. Hello Bee by H2 Doctor. То есть, Hello Bee – это от первых букв слов Hair Health, Low Longevity, Be Beauty. То есть, здоровье, долголетие, красота. Так. By H2 Doctor. То есть, проект H2 Doctor, так проще говоря, да? Он рекомендует только проверенные, протестированные лучшие приборы на рынке. Значит, откручиваем. Значит, стекло. Слушайте, стекло. Стекло. Обалдеть. Это здорово. Это все-таки, конечно, лучше, чем даже тритан. Стекло. А я смотрю толстые стенки, думаю, обалдеть. Стекло. Силикатное стекло, баночное обычное. Да, стекло, но будет вариант и с тританом. А может лучше все-таки стеклянное? Как пожелает публика. Я думаю, стеклянное. Для меня стеклянное. Я тоже думаю, что. Уж в школе такой выбор. Ну, здорово. Смотрите, как они здесь решают. Давайте. Ну, защитная. Мембрана, да? Защитная колпачок. Колпачок. Да, то мембран сохраняется. То мембрана, то иногда, значит, даже надо, что делать? Замачивать до 24 часов, иногда, чтобы реанимировать прибор. Если он залежался на столбе. Долго лежит, то может замачивать. Потому что мембрану надо отмачивать. Здесь такого проблемы нет. Здорово. То есть, продумано здорово. Это момент очень важный. Так. Сравниваем с пайном. Ну, тоже силиконовая там прокладочка в комплекте идет. Вот, правда, нету губки. Нету губки, да? Вот, нету губки. А вот теперь, внимание. Размер, да? Размер. Ну, размер раза в два. Ну, я вам точно могу сказать. Пумазь, да. Значит, размеры пайна, я знаю наизусть. 77 на 77 миллиметров квадрат, да? И 105 миллиметров высота. Здесь внизу 70 миллиметров диаметр и 70 миллиметров высота. Вес пайна 250 грамм, наш 134 грамм. Да, да. Ну, вот. То есть, в смысле мобильности, компактности, значит, две больших разницы. Это так. Оба прибора относятся к категории премиум класс. Да. Что такое приборы премиум класса? Они должны отвечать следующим параметрам. Выдающийся дизайн, удобство в эксплуатации, отличная производительность, надёжность и долговечность. Значит, всё здесь присутствует. Здесь следующее поколение, это поколение 3. Здесь, Юрий Андреевич, нет вот этого… А, выходного, так сказать, клапана и окажется здесь. Здесь вода не просачивается. Здесь конструктивно выполнено так, что мембрана, здесь двойная мембрана протонообменная, и за счёт того, что она гасит давление, да, водорода, она надёжно прилегает, что абсолютно исключена утечка водорода через прокладки. Вот, обратите внимание, вот такой ноу-хау, потрогайте пальцем. Это как раз силиконовая подушка. Гаситель давления. Это гаситель давления. Просто, но эффективно. Вот, снимаем пайна, видите? Нет, но тут ничего нет. Ну, там крышка просто и всё. Крышка. То же самое и в остальных, вот, если вы посмотрите, да, приборах. Вот это вот, это патент. Да, но это новый силиконовый. Вот, и двойная мембрана, исключены протечки, поэтому это третье поколение. Ну, кстати, есть ещё прибор, но они страшно дорогие. Ну, это они будут говорить, ладно, бог с ним. Значит, которые тоже не собирают воду, да. Это очень большой плюс. Конечно. Не только в удобстве, что сливается. Значит, то, что вода просачивается, в конечном итоге приводит к снижению производительности с течением времени. Это первое. Во-вторых, существует риск, я не говорю, что это происходит, существует риск попадания анодной воды, значит, в ёмкость. Риск существует. То есть, с этими протечками, да, теоретически такое есть. И следующий момент, может вода, раз она там просачивается, может попасть на элементы печатной платы, что может в конечном итоге привести к преждевременному окислению. Здесь это всё исключено, поэтому надёжность огромная. Теперь следующий пункт преференции – это размер протонообменной мембраны. Юрий Андреевич в своём ролике как-то говорил, что протонообменная мембрана сердца страшно дорогая, и она определяет часто стоимость прибора. Так вот, видно, не видно? Видно, в два раза, не в два, но… Ну, я вам скажу так, 732,08 квадратных миллиметра площадь мембраны здесь, в Хэлло-Би. В Пайна, по-моему, 367. Ну да, но поскольку он двойная, это вот два раза больше, как минимум. Нет, тут даже не без двойной, тут даже вот это вот. То есть, ну, понятно, внешний пункт. То есть, очень большая, но кроме того, кроме этого, значит… Я не знаю, что когда-то батарея, ну ладно. Не только, сейчас дойдём, не только размер, не только размер, а производитель утверждает, что применена в аппарате протонообменная мембрана Дюпон нового поколения материала. Значит, в лучших аппаратах используются мембраны, протонообменные мембраны транснациональной компании Дюпон. Ну, американские. Американцы, да, но они мировые лидеры химической промышленности, да. Да. Вот. Значит, в чём новизна, спросил я и получил ответ. Вот чё. Да, вот этот вопрос важный. Значит, здесь применены такие материалы, которые характеризуются, значит, такими словами, как развитой материал или, как говорят физики, ему присуща нано-пористость. Почти как развитой социалист. Да. Ну, развитый, говорят, ребёнок, а вот всё остальное развитое. Леонид Ильич говорит, что развитое говорит. Да. Так что, вот. Что это даёт? Да. Это увеличивает адгезию с электродом значительно, что позволяет… Снижать токи. Абсолютно верно. Что позволяет улучшать электролиз. Да, это во-первых. Снижать энергозатраты на это. А вследствие этого? Повышать КПД и всё прочее. Да. Всё понятно. Ну, набор очень умных слов был, да. А на самом деле расшифровка такая, что когда идёт электролиз, да, это обмен электронами происходит между электродами, да. И электроды, не все электроны принимают, некоторые отскакивают, да. Вот это, собственно, адгезия и есть. Вот здесь из-за вот нано-порисности этого материала… Повышенного КПД. Да. Да, они, так сказать, по максимуму берут, поэтому повышается токопроводимость. Это даёт возможность, Юрий Андреевич, правильно вы сказали, добиться высокой концентрации водорода с меньшими энергозатратами. А значит и батарейку можно… А значит батарейка здесь… Вот это для меня лично самый приятный момент. А здесь, значит, батарейка… Берём, отщёлкиваем пальчиком, крышечка снимается, донышко. В отличие… Вот в Пайна сразу, я скажу, надо аккуратно давить вот сюда на оргстекло, вот эти вот так придавливать и срывать вот это вот… Ну, он снимается. У H2 Magic это очень проблемно, только на взводских условиях. А вот вы. Пожалуйста, вот батарея, всего ничего. Значит, по энергозатратам. Пайна имеет энергозатраты 7,2 Вт, а эта 3,7 Вт. То есть она совсем маломощная. Малая, да, два раза. Что в результате получается? В результате получается, что с одной зарядки можно сделать не 8-10 стаканов как Пайна рассчитано, а 25-40 в зависимости от качества и исходного воды. Вы проверяли не раз, я думаю, вот щёлка, всё. Честно говоря, я не считал, но я несколько дней пил. Но не 10, да, точно? То есть это прям тем… Не 10, но там значительно больше. Я в день пью 8 стаканов воды. Это уже неоднократно говорит, да? Ну, теперь, кстати, вы пьёте в этом? Из этого прибора-то? Я пью из этого, конечно. Понятно. Мне из этого конкретно… Ну, Пайна, да, мы только что распаковали, да? Слушайте, ну, блин, то, что он ещё стеклянный, обалдеть. И я, да, я пью из этого, вода прекрасная. Значит, концентрацию водорода я мерил своим транслексом с прибором. Сколько? Значит, здесь два режима. Ну, если воду налить, можно даже продемонстрировать. Здесь подсветка такая очень красивая. Сейчас нальём, вы пока рассказываете. Значит, два режима. 5 минут и 8 минут. Значит, на нашей юрмальской воде через 5 минут была концентрация 1020 ppb. Через 8 минут 1132 ppb. Знаю, что некоторые имеют больше, некоторые имеют 1200, некоторые больше. Я подчёркиваю, на юрмальской воде у меня это нормально. Более того, я считаю, не только я считаю, везде написано, если больше 900 ppb, то уже можно считать прибор, так сказать, хорошего качества, а 1000 – это вообще гроссмейстерские рубежи. Но важно вот что, что вот те китайские приборы, о которых мы вначале говорили, они могут дать рекордные показатели, но они не долго держатся. За счёт утечек и так далее, значит, это ведёт к деградации протоннообменной мембраны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь отличительная особенность такая, что благодаря вот этим технологиям срок службы прибора осуществляется не сроком службы батареи, а сроком службы протоннообменной мембраны и других частей, которые производитель считает не меньше, чем 5 лет. Ну, здорово. Давайте закроем, попробуем. Кстати, стекло можно отдельно будет заказать, если что? Конечно, без проблем. Это вот мы сделаем опцию такую, обязательно. Ну, вот нажимаем. Нажимаем. Если один раз нажать, или как там это, ну-ка. Вот. Так, во-первых, светодиод, да, тут синий яркий, так мы сейчас покажем. Не он он. А, не он, ну да, такой. Мигатель, он так и должен, да, мигать? Ну, да. А, всё, он помигал. Помигал, это он входит в режим. Ну, что, да. Видите, там пузырьки. Пузыри там очень, так сказать, достойно. Потому что по свету может быть по-разному видно. Я сейчас вот и так покажу, и так покажу, и вот так вот ещё прям вплотную покажу. Пузырит здорово. Да, пузырьки мелкие, ровные. Ну, да. А ну-ка, сейчас я вот так раскручу вихрь. Ага. Водичка вся мутная в пузырьках, ну, как положено. О, пошёл вообще. Ну, мы же его только включили, он ещё разработаться должен. Ну, конечно. Вот он. Кстати, некоторые... Первое включение. Первое включение, да. Ну, вот он уже очень хорошо пошёл, мутная водичка. Кстати, то, что вот иногда некоторые говорят, всплывают крупные пузырьки, и сразу проблема. Это вообще не проблема. Это, кстати, один мне написал человек, он лимонный сок пополам налил, но у него впаяны шёл, крупные прям поднимались. А он пополам лимонного сока с водой и два раза электролиз провёл, так у него перестали, стали мелкие эти. Бывает так. А там же ворсинки, латинопыление, микроворс. Некоторые как вот скапливаются, он пузыриком выходит. Ну, как в аквариумах бывает, из распылителя идёт, по листику растения собираются, и ба-бах наверх большим пузырьком. Ну, абсолютно мутная вода. Вот посмотрите, как молочко практически стало. Вот. Очень мелкий пузырёк. А сколько минут, кстати? Вот если мы нажимаем... Это 5 минут. Два раза нажать, будет не голубое, а зелёное, будет 8 минут. А-а-а! То есть, если мы нажмём два раза подряд, да, надо нажать, будет огонёк зелёный и 8 минут. И 8 минут. Ну, а нужно ли 8 минут? В принципе, это если... Думаю, не нужно, да? Я знаю людей, пользователей, значит, пайны и других приборов, которые терпеливо по полчаса гоняют прибор в надежде получить максимальную концентрацию. Да, это глупость. Они открывают. Ну, понятно. Поскольку здесь... Во-первых, чего они добиваются? Они добиваются, стопроцентная утечка будет, ну, потому что давление дикое. Когда открывает, звук, как будто шампанское открыли. Кстати, я советую здесь, знаете, как, дорогие друзья, делать, если у вас пайна? Не закрывать при электролизе, а просто вот берёте, вот он, допустим, вкручен, стоит, да, в прибор, всё. И вы просто крышечкой так накрыли, просто и всё, не надо закручивать, вот так накрыли, и всё. Иди, спокойно электролиз делайте. Потеряем концентрацию. Потеряем какую-то... Нет, ну, нет, если открытое вообще... Не сильно, но... А если закрыть, то чуть-чуть потеряем. Ну, чуть-чуть, да. Давление, так сказать, отно... Да, единственное, знаете, что нам скажут? Ну, вот это всё супер. Только вот в пайна есть сменные, можно накрутить, бутылки большие сделать. Есть. Есть. Тут? Тут этого нет. Ну, да. Значит, скажу вам следующее, да. Я, как и вы, это, сами понимаете, ко мне присылают, тестируют и так далее. Прислали, значит, прибор, значит, наоборот. Без этого, да, значит, только рабочая часть, великолепно, красочный, дизайн, комар носу не поточек, классно. Упаковка премиальная. Пять видов переходников. Пять. На выбор. Да. Что вы думаете? Я купил воду Эвиан у нас, 330 миллилитра, Виттелл, и не смог вкрутить. Все пять перебрал, не смог. То есть, оказывается... Я думаю, обычную полуторалитровую получится. И пока мне, значит, пока я нашел тот вид воды, которая подходит, да, значит, я поэтому отказался, думаю. Ну, это же... Человек идет, условно говоря, в офис, да. Продается внизу, у него вода, Эвиан только. Все, он не может попить. Ну, это да. Ну, это лично для меня. Это вообще... Я привезу этого. Мы тоже никакими переходниками не пользуемся. Я тоже советую всем людям, не надо пластиковые вкручивать бутылки. Поймите, кроме тритана, использовать пластик опасный, фенольные соединения и прочее. Совершенно верно. Номер один, это, конечно, керамика, стекло. Тут вопросов не знаю. На втором месте, это пластик без тритана. Конечно, и только он. Ну, я очень... Я не знал, что стеклянный. Давайте только стеклянный. И, кстати, я так скажу, есть другие цвета? Нет, вот черный самый обалденный. Есть другие, я считаю, черный очень хороший. Я абсолютно... Не надо другой цвет. Ну, и он гармонирует с упаковкой. Супер, упаковка просто. Вот. Да. Здорово. Ну, великолепно. Да, батарейка меняется, естественно, легко. Легко и просто. Это вообще легко и просто. И я, кстати, задал вопрос. Значит, по просьбе немецких товарищей, как бы, да, они хотят, чтобы была концентрация у них там, ну, космическая, больше. Они говорят, все, вот это вот, значит, маленькая батарея, давайте побольше батареи поставим. Я, конечно, обратился на завод. Они говорят, мы можем. Так. И даже можем предложить вам. Угу. Значит, да, это можно. И будет концентрация очень большая. Но мы считаем, что можно пить, Юрий Андреевич. Думаете? А я сейчас пока вы, да, да, скажите районно. Но мы считаем, они говорят, что вот те конструктивные решения, которые здесь, малая батарея, малая мощность за счет новейших материалов и размера уникального и двойной протонообменной мембраны, да, вот эти удобства и количество 25-40 бутылок этих самых на одной зарядке, они превосходят то, что у вас там 1132 или 1250. Я считаю, что это уже чрезмерно. Они считают, вот то, что я сказал, больше тысячи гроссмейстерский рубеж. Это можно, когда очень серьезные болезни, иногда да, это можно, такие концентрации, но так, в принципе. Юрий Андреевич, если серьезные болезни, надо по-серьезному подходить, дышать уже надо, и таблетки водородные, да, то, так сказать. Кстати, про водородные таблетки очень интересная тема, это мы как-нибудь расскажем. И когда вот они будут, ну, чтобы было о чем рассказывать, я думаю, это будет. Есть, я забыл привести. Знаете, на самом деле идет борьба за цену, потому что та цена, по которой ее предлагают, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, для российского рынка, для российских потребителей за баночку там платить 70 евро, это чересчур. Ну, в общем, да, когда будет что-то о чем-то, о чем-то реальные цены. Мы ищем решение, в том, что они нестандартные. Да, ну, хорошо. А я пока посмотрю, вдруг я найду ВП-метр сейчас. А вы пока да. Я надеюсь, что решим этот вопрос. Так, ну, сейчас смотрим. Сейчас смотрим. Сейчас мы вам покажем сначала этот. Ой-ой-ой. Ну, в общем, где-то минус 600 точно будет. Я думаю, пойдет сейчас еще один. Ну, уже 605 минус. Честно сказать, не мерил я. Не мерил. Не мерил, и с замиранием сердца думаю, что будет. 600, короче, есть. Все нормально. Ну, это более чем. Тут, понятно, 700 с моей же воды, то есть до минус 700 доводил легко. Ну, понятно, тут и батареи мощнее, так сказать. Есть статьи, которые говорят, что 400 – это то, что доктор подписал. Я сейчас поясню. Вот еще раз. Это, кстати, тоже очень важно пояснить. Дорогие друзья. Вот в клетке, в межклеточном пространстве минус 80, минус 100 милливольт. А кто-то говорит, а зачем тогда больше, минус 200, 300? А объясняю. На нас с вами воздействует гигантское количество различных свободных радикалов. Мы дышим воздухом, идем по дорогам, где машины, там, свинец, окислоразные и прочее. Солнце, так сказать, вот то, что яркое, когда долго загорает человек, дышит, понятно, что едим, что пьем, а кто жареное, если тем более. Это все свободные радикалы. Чтобы подавить их воздействие, нужны антиоксиданты. Вот, значит, заряд, то есть свободные электроны, которые отдают себя той клетке, которая подверглась воздействию свободных радикалов и лишилась одной из парных, ходящих по внешней орбите электрона, он как донор, вот эта вода, отдает. Поэтому нам надо не минус 80, 100, как в клетке, а еще минус 100, 200, 300 милливольт дополнительно, для того, чтобы нивелировать, погасить вот это воздействие вредных свободных радикалов. А уже минус 600, 700, это хорошо, но каждый день и постоянно пить даже и не нужно. Это не страшно, электроны свободные на то не есть. Они уйдут. Они, если не найдут, куда себя отдать, они никакой вред для организма. Ну, просто нет смысла. Но вот если у людей онкологии, там, не дай бог, это серьезно, там, да, там применяются и очень жесткие водороды, там до полутора догоняют в ванной. Вот японцы лечат, специально там воду дают, чтобы полтора миллигран на литр была раствора, да, стоит, 1500 ппм, плюс ОВП, там, минус 1200, так сказать, и так далее. Ну, я думаю, пояснил этот вопрос. Так, ну ладно, уберу его сюда. Ну, Юрий Андреевич, опять же, делюсь дискуссией, которая идет на этом международном форуме изучения молекулярного водорода, значит, извечный вопрос, какая доза должна быть водорода? Вот, разные подходы, разные методы расчета, но, значит, в последнее время вырисовывается цифра такая, от полутора до трех миллиграмм. Ну, три это много. Три это много, а от полутора, то есть, что это получается? Значит, если вода 1000, 1100, да, это, значит, полтора литра неполных надо выпить этой воды. Ну, если я пью по восемь стаканов, да. Ну, а сколько миллилитров, кстати, вот. А вот такой же, как пайны, что ли, 300 где-то, да? Ну, где-то так, да. Ну, он просто более узкий, но чуть-чуть выше, поэтому он 300, да? Вот, собственно говоря, 30 грамм воды на килограмм веса, то есть, человек, который весит 80 килограммов, два с лишним литра. Ну, вот два литра выпили, получили два миллиграмма водорода, это вполне себе уже такая неслабая терапевтическая доза. То есть, это не в стакане, это в день надо, два, в день. А я уж в шоке был, в день. Это дает, это дает в тех же количествах, ну, как бы, более портативные приборы, которые, да, ну, палочка, допустим, это Magic Street, да, конечно. Ну, у него, пожалуй, одно преимущество, она самая маленькая. У него самая маленькая, это как бы походный вариант. Походный вариант, да. Она что дает? Ну, водорода там есть, значит, ну, на моей воде, где 400-500. Ну, она 600, более жесткая совета, да, да. Ну, я, говорю, на моей, я, так сказать, не люблю приукрашивать. Производитель пишет 650. Ну, я, я говорю правду, чтобы... Да, 600-довала, да, я замеряю. ОВП, она дает, ну, у меня дает на моей воде минус 200. Она дает и 300, но очень быстро заряд, конечно, идет пить сразу. Надо сразу пить. Вот, то есть, это как бы... Ну, вот эта палочка выручала, по сути. Уехал в командировку, где-то находишься вдали, поставил, а с отрицательным зарядом... Скажем, есть, вот человек падает, там, ну, врачи констатируют, например, какой-нибудь нишмический, допустим, инсульт, предположим, или там геморрагическое смещение мозга, может быть, но сначала, чтобы этого не произошло, последствия, чтобы кровь разжижить, нужно обязательно вот с отрицательным ВПП водородная вода. И тогда, если H2Magic применить, тот же, или любой генератор, человека реально, кровь моментально будет разжижаться, его спасти можно. То есть, у него уже не будет вот этого тромбообразования, расширения, гематомы уже не будут иметь те последствия. Это реально поможет человеку, чтобы выжил. Поэтому этот прибор, вот он маленький, действительно, ну, понятно, во сколько раз он меньше? Ну, в карман, в карман умещается. А это вот его единственный, пожалуй, нет. Эти приборы во всем остальном лучшее. В карман, в дамскую сумочку, те, пожалуйста. Хотя, конечно, в общем-то, это тоже не такой уж размер, чтобы не брать с собой, если есть сумочка. Ну, дамская, да, конечно, это, так сказать. Ну, на тренировку взять можно. Ну, естественно. Дома вообще элементарно. Ну, а у кого есть возможность иметь и на работе, чтобы просто не возить, и дома 2-3, там, то как бы вот. Ну, цена, дорогие друзья, спросите вы, и сразу это, естественно, будет. Думали мы, я просто мечтал о том, чтобы она была ниже. Я прямо, вот мы у нас переговоры шли, как, что на завод, там, за счет чего. Но она будет той же, что и пайна, потому что, конечно, вот все... Это компромиссное решение. В общем, да. Потому что закупки, это, так сказать, уже подороже, чем пайна. Да, она дороже, да, чем пайна. Мы решили оставить розничную ту цену. Я вам более того скажу, что вот эта, например, была бы дороже. Вот эта, например, корейская была бы дороже. Она бы стоила, так сказать, 35 тысяч. Вот, и это была бы минимальная цена, по которой можно было бы это продавать. А вот это, пожалуйста, вот 10 тысяч, да. Вот, 10 тысяч. Но мы просто не... Я считаю, что нет... Если захотите, вместо H2 Magic, тут тоже как принцип H2 Magic, тут нет протонобменной мембраны. Вот, ну, если захотите, вот 10 тысяч будет цена. Можем возить. Но я, вот, честно говоря, душа не лежит, да, так сказать. Хотя, вот... И это супер. Я вот про стекло, я рад, безмерно раз стекло. Ну, про все эти нюансы, тонкости, что-то продумано все, вот, чтобы мембрана идеально сохранилась. Вот эта вот поролоновая прокладочка влажная, супер просто. То, что батарейка съемная, любой может просто вот любой человек поменять, огромный плюс. Интересно, что два режима, ну, побольше, да, тут 5 минут, тут 3, первый режим, но, понятно, батарейка тут более мощная. Значит, второй, 8, я считаю, что нет... А тут тоже два режима, ну, и вторым никто не понял. Дело вкуса, что называется. Единственное, второй, знаете, для чего здесь нужен, вот здесь, вот, большую бутылку, если литра-полтора вкрутить, вот, то, что они рекомендуют, а для этого второй режим. Это правильно, потому что объем воды больше. И, Юрий Андреевич, наверняка последует вопрос, потому что, вот, от немцев они поступают, да, куда девается озон и кислород. Вот, давайте скажем. Значит, есть специальное отверстие, я фото пришлю, вы разместите у себя, исключительно наглядно все видно, куда уходят. Уходят эти газы. Да, куда уходят. То есть, остается в воде максимально чистой, благодаря двойной протонной обменной мембране, H2, соответственно. Да, да. Теперь следующий вопрос. Что делать, если батарея разряжена? Можно ли, полностью разряжена, хочется пить, можно ли использовать от сети? Без вопроса. Можно? Можно. Взяли, засунули. Вот этот вот, соответственно. Или в компьютер засунули. От USB к microUSB, который microUSB. Или в сеть. Или в сеть, да. И пейте сразу. А в сеть это все то же самое, обычное, то, что для зарядки телефонов, да, принимают. Вилка стандартная, а разъем USB. USB. А что нужно, сколько там, миллиампер или какие там, да, это есть? Это все написано в технических, я наизусть, честно говоря, не помню. Ну, неважно. Это просто, да, прочитайте инструкцию. Но любая, та самая, вилка от мобильника годится. Ну, по крайней мере, да. Вот с Пайна, например, мы пробовали совершенно разные миллиамперы. Ну, естественно, остерегая, вот есть вилки, значит, специально сейчас последнего поколения, дорогие телефоны, там функция быстрой зарядки. Вот этого не надо. Не надо, да? Не надо потихонечку, чтобы 90 минут, и это не так много. Это батарейки, они же литийенные, да. Литийенные. Ну, надежные батарейки, я не думаю, что с ним станут. Ну, можно, да, в принципе, это... Искушать. Главное, что их можно поменять. Технические данные на каждой батарейке здесь есть, да? То есть, когда дата стоит, когда она произведена. Сертификат большой. Это важно, потому что у нас были случаи, когда с Пайна вначале... Это я ждал, скажем так, дни считал нас как раз к ярмарке, и вот мы успели первую партию, ну, вот, в момент записи сегодня первая партия приходит прямо буквально. Ну, презентуем на ярмарке, как всегда, на новинке все здорово. Ну, благодарю вас за, так сказать, рассказ подробный. Оценят пользователи и поделятся впечатлениями. Да, и поделить впечатлениями. И, может быть, сравнят сами. Я говорю, два премиум прибора. Да, оба хороших, естественно. Выбор как бы за вами. Ну, всё, теперь у нас будут, дорогие друзья, и Пайна, конечно же, они останутся. Кому-то нужны другие бутылки вкручивать, кому-то дизайн больше нравится или там, так сказать, это не вопрос. И, конечно, мы будем продавать, продвигать вот этот произведённый, вот, нами и продающийся только у нас этот прибор, который уже, так сказать, я надеюсь, вот, откликов очень много наберёт со временем. Так что, действительно, пишите отзывы свои, приобретайте, ну, дарите друзьям. Тем более, что, действительно, суперупаковка, красивая, подарочная, вот такая вот. Здорово просто. Благодарю. Всегда рад. Всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.